Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мама говорит мне, что муж меня бросит. Точнее, что ему мама, моя свекрошка, скажет, что меня обязательно нужно бросать. И он её послушает. Она так говорит, потому что я часто плачу, характер плаксивый. Но я бы из-за этого расстраиваться не стал, а разбросил из-за мамы, значит, маменькин сына, в которой и у жены всю жизнь будет сидеть на шее. Как думаете, как мне отбиться от мамы? Такой у нас вопрос получается. Ну, смотрите. Начнём, пожалуй, с того, что здесь для вас является проблемой. То есть для вас проблема то, что вас может бросить муж, или для вас проблема то, что мама говорит то, что говорит. И вас это как-то задевает. Вот. Что касается мамы, то, на мой взгляд, именно вот в контексте мамы, я бы сказал, что нужно здесь смотреть на именно ваши личные границы с ней. То есть почему вам мама позволяет так говорить? Да? То есть почему? Как вы на это реагируете? Как вы ей отвечаете, да? Что вы чувствуете и какую вы выбираете коммуникацию для того, чтобы ей как-то, ну, донести, наверное, что вам это неприятно и так далее. Как вы к этому относитесь, то есть воспринимаете вы это как что-то серьёзное для себя, как что-то правдивое для себя? или вы воспринимаете это, ну, например, опять же, с позиции того, что просто вот мама, да, какие-то свои страхи переносит на вас, вот. То есть можете ли вы посмотреть на то, что она делает, на то, что она говорит. не с позиции, ну, ребёнка, вот, как это вы делаете сейчас. Сейчас вы делаете это именно с позиции ребёнка и смотрите на это, на мой взгляд, с той позиции, что мама лучше знает, для вас лучше знает, как вам вообще жить и есть такое вот, ну, мистическое, мистическое, я бы сказал, даже мистическое представление о том, что мама знает чего-то, чего не знаете вы, например, да, как бы, вот, то есть, если вы не можете посмотреть на неё, на маму свою, вот, значит, в позиции взрослого, то это говорит, конечно, о том, что да, да, вы её не принимаете, это говорит о том, что да, вы по-прежнему, ну, воспринимаете её, как ребёнок, да, вот. И это очень важный момент, на мой взгляд. Дальше, что касается блоксивости, то, на мой взгляд, блоксивость есть потребность во внимании вашей, то есть, ну, вы нуждаетесь во внимании, как мне, как мне видится, вот. И, соответственно, здесь тоже очень важно увидеть, например, что вы в этом нуждаетесь, то есть, во внимании, вот. И, соответственно, нужно посмотреть, как вы реализовываете эту потребность, вот. То есть, блоксивость, опять же, это, ну, за этим что-то стоит, за блоксивостью всегда. Вот. Поэтому тут нужно тоже посмотреть на то, что за блоксивостью вашей находится и она не просто так, ну, не просто так в вашей жизни, например, ну, присутствует, да, вот. То есть, если она присутствует, значит, она, вот, как бы, ну, для чего-то нужна вам и какую-то функцию она, ну, выполняет блоксивость, я имею в виду. Вот. Поэтому тут нужно, конечно же, смотреть и исследовать, какую функцию вы выполняет блоксивость, что, эээ, блоксивостью вы, значит, эээээ компенсируете. Вот. То есть это, этот момент нужно, на мой взгляд, опять же, исследовать для того, чтобы лучше, ээээ, ну, лучше понимать, да, его этот аспект. Вот, как-то так, то есть, вот вы говорите, как отбить от мамы, то есть выстроить с мамой какие-то личные границы, которые вот вас бы как-то устроили бы, да, то есть, которые были бы вам, ну, подходящие. Вот, а сейчас есть такое ощущение, да, что вот таких личных границ и такой модели коммуникации у вас нет, то есть вы не можете пока выстроить такие взаимодействия, чтобы вас вот устраивало такое взаимодействие, вы не можете пока выстроить, что вас устраивало. Вот, но это решается, вот, это корректируется. Я думаю, что в этом ничего особенно сложного нет и быть не может, на мой взгляд. Вот, вот, пожалуй, то, что я мог бы вам сейчас сказать и то, что я мог бы вам именно сейчас ответить, как я мог бы вам сейчас ответить именно вот с точки зрения, значит, психологии и с точки зрения психотерапии. Да? Вот. То есть это история именно про то, как вы себя ощущаете, насколько вы уверены себя ощущаете там, грубо говоря, со своей мамой. У которой есть, да, есть свои, значит, какие-то страхи, да, у которой есть свои какие-то противоречия внутренние, вот, которые обращаются с ними, ну, вот так вот, как она может обращаться, да. В том числе, ну, к сожалению, вот, за ваш счет. И то, что вам неприятно, то, как она себя ведет, это нормально, вот, а вот то, как вы обращаетесь с тем, что вам неприятно, что вы с этим делаете. Что вам неприятно, да, только это, конечно, очень, очень серьезный и важный вопрос, на который, если не обращать внимания, да, если которые, если которые игнорировать, вот, то будет, как бы, ну, на мой взгляд, будет ухудшение. Дальнейшее ухудшение ситуации, вот, просто потому, что будут накапливаться недовольство и, значит, ну, какие-то чувства негативные будут копиться у вас. Вот, поэтому нужно выстраивать коммуникацию, а мне показалось, в частности, что вы, вот, ну, по моим ощущениям, да, мне показалось, что вы ждете, как будто бы, от мамы каких-то перемен, да, вы ждете, что она изменится, вот, вы ждете от нее, что она будет другой, вы ждете от нее, что она будет вести себя иначе, она, ну, она все себя не ведет, не ведет, не ведет, да и какая у нее мотивация, если она думает, что помогает вам, например, вот, если она уверена, то уверена в том, что помогает вам, то она и не откажется, от своих, значит, 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 ну, от своих, ну, от своих, ну, вам, вот, на пассе, да, она не откажется от своих вам каких-то высказываний, потому что уверена будет в том, что это вам на пользу, вот. уверена будет, что вам это должно как-то помогать, вот, понимаете, да, какая штука, вот, поэтому, как-то так, на мой взгляд, здесь ключевой момент заключается именно в том, что вы не уверены в себе, сами, вот, сами, вот, сами, как будто бы, ну, сомневаются, вот, в своей ценности, и мама просто подкрепляет вот эту идею, вот, мама подкрепляет эту идею, значит, ну, своим, своим поведением, да, вот, она подкрепляет эту идею своими высказываниями, вот, вам это неприятно, вы хотите, вы хотите от этого избежать. вот, ну, значит, там, отсюда желание отбиться, то есть, сделать так, чтобы не сталкиваться, значит, с каким-то негативным, неприятным для вас опытом, вот, ну, если вы не будете сталкиваться с каким-то негативным и неприятным для вас опытом, то проблему эту вашу не решит, вот, не решит вашу проблему, сейчас, там, снатвенки, какую-то уверенность в себе, да, вот, не решит эту проблему и вашей, вашего восприятия себя и проблему какой-то уверенности в себе. А также, а также, не решит проблему страх, вот, если у вас есть страх, то ваш муж вас, ну, брос, например, вот, вот, понимаете, да? Поэтому, вот, со всеми этими аспектами, как мне кажется, и нужно работать вам в первую очередь, чтобы гармонизировать свое, ну, свое состояние, да, вот, чтобы, ну, не зависеть, может быть, вот, так сильно от мамы, как вы зависите сейчас, от нее, допустим, вот, то есть это такой момент. Момент, это, конечно, не самый легкий, в смысле того, что на это, на это, ну, нужно время, как вы, чтобы, чтобы гармонизировать свое, свое, свое состояние, да, чтобы гармонизировать его, на это нужно время, вот, ну, совершенно очевидно, что это достижимо и совершенно очевидно, что это вполне реально сделать, вот, то есть тут, на мой взгляд, все зависит исключительно от вас и от вашего желания. Вот, я бы сказал, что, возможно, хоть вам и будет неприятно, скорее всего это слышать, но, возможно, момент здесь заключается в том, что мама как-то вот чувствует, вот, что вы не уверены, да, чувствует ваши, ну, ваши страхи какие-то ощущает, вот, и, значит, ну, думает, что таким образом вам, вам, вот, может помочь, на самом деле, конечно, не помогает, да, но, вот, думает, что может вам таким образом оказать помощь, если вы будете более уверены сами, вот, то и мама почувствует, какую-то другую реакцию, какую-то другую реакцию от вас, вот, и уже не будет так делать, то есть вам нужно менять свое поведение. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи обращать. Спасибо.